В небольшом фрагменте прослуха вы должны будете ответить на вопросы. Как вы поняли, о чем идет речь, ну и естественно, мы с вами попытаемся определить тему нашего урока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну давайте посмотрим Как она у нас зазвучит сегодня на уроке Через прошлое Настоящее Настоящее Да Удивительно заметила самая первая Что у певца очень сильный голос Сильный голос Ну вы сегодня покажете свою силу голоса Ну что ж Стоп-стоп-стоп-стоп Будем петь с вами А мы отправимся с вами В далекое прошлое Аж назад на 776 лет Это ж какая-то собой дата Итак, внимание Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп В 1242 году Состоялось следовое побоище Дружиной руководил Как раз таки Полководец Князь Побоище Состоялось у нас на Чудском озере И победу одержал русский народ Кто-то может назвать О ком идет речь Может кто-то знает А у нас одни и те же Так, Андрей Пожалуйста Не вижу Александр Невский Ну давайте сейчас определим Подожди, я еще не сказала верно Посмотрите, пожалуйста Вот это кто Вот я хотела только вас спросить Кто это Если мы не знаем кто это Как мы можем сказать Стоп, мы если не знаем как зовут Воин Человек Но если все таки он отец Значит мы говорим как лучше Воин, конечно Дайте мне сейчас характеристику Этому воину Каким его изобразил Павел Коля Марина Какой здесь воин показан Какой показан воин Мальчики, я не вижу вас Итак, пожалуйста Он смелый Он смелый Настроен, решите на Андрей, пожалуйста Вы обсуждаете друг с другом А мне хотелось, чтобы ты здесь для всех сказал это Алина А, Алина Он готов идти в бой Еще, София Каким ты увидела его? Храбрый Храбрый Еще Сильный Грозный 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 Я хотела сказать Как называли Целковое озеро Которое было Чудское озеро Возможно Целковое озеро Может быть Но вопрос стоит сейчас Вот в чем Вы разве увидели эти слова? Сильный Смелый Нет Отважный Храбрый А как художнику удалось Передать все эти черты характера А А ну ты говори Какое? Грозное У него оно Грозное Молодец Еще А Что именно? Одет во что? А кто скажет неграмотно? Как называется? Лады Броня Доспехи Молодцы Еще Еще Поза А что за поза? Поза У него такая Решительная Он смотрит Может быть Сейчас Враг прибежит И сразу Пойдет в бой И пойдет в бой А теперь посмотрите сюда Посмотрите У нас Если мы посмотрим На эту картину То у нас Окажется Собор Смотрите Какой маленький И мы видим Город вдалеке А он прям на переднем плане Видите? Специально Папа Хоринова На переднем плане Потому что он символ Стоп Опять Чуть-чуть затронешься Он символизирует Кого? Почему на переднем плане? Бабу Богатыря Он Богатырь Он символизирует Мощь России Матушки Молодец Конечно Сила И мощь И он Защит И он Защит И он Защит Эту картину написал Павел Хорин В 1942 году Сейчас напишу И самое интересное Почему именно Через 200 Событие Это когда произошло? Советское правительство Попросило создать Образ героя И вот Павел Хорин Вишельс Не просто Единый образ А он пишет Триптих Триптих Это когда Картина разделена На три части И объединяет ее Единый замысел Или единый сюжет Удивительно Другое Центральную фигуру Александра Невского Печатали в газетах В журналах На листовках Удивительно Было Что солдаты Которые были на фронте На бродных карманах Вместе с фотографиями Близких И родных И у них был Образ Александра Невского Когда они доставали Из кармана Смотрели Они потом его доставали Почему солдаты Так бережно Почему они Насили его с собой Вот они Из газеты Резали Аккуратненько И брани Ложили себе в карман Для чего? Потому что защитник Потому что защитник Да Потому что защитник На него солдаты Смотрели Он давал боевого духа Понимал боевого духа Правильно? Он давал силу Он давал уверенность Ведь тогда 700 лет назад Александр Невский Со своей дружиной Которая была оснащена Всего лишним Современным оружием Кобья Вилы Дубинки И они сумели же Эту битву отстоять А теперь они смотрят Сейчас В годы Великой Отечественной войны И они говорят А неужели мы Его подонки Не сможем Одержать эту победу Вот поэтому Когда солдат Наверное Чувствовал Где-то у него Какое-то сомнение Или какой-то страх Правильно сказать Вот этот Александр Невский Извинув на него Он вызывал особые Ощущения Вот почему Вот так бережно Хранили И держали На бедах О! Сергей Эйзенштей И Сергей Прокофь Сергей Эйзенштейн Это наш Советский Кинорежиссер И Сергей Сергеевич Прокофь Сергей Эйзенштейн Создал фильм Под названием Александр Невский Сергей Прокофьев Написал Там дату Александр Невский Сейчас я хотела бы Чтобы вы посмотрели Отрывок Из фильма Александр Невский Эти произведения Были написаны До Но Самый канун Великой Отличной войны Что же хотел В этой музыке В этом фильме Рассказать нам Кинорежиссер И как и видеть Музыку в этом фильме Комасно написал Сергей Прокофьев Услышав сейчас Это произведение Я Мне интересно Было бы узнать В этой музыке Передается образ Александра Невского Или в ней Что-то особенное Она к чему-то может быть Призывает И в этом фильме Это Что-то И В этом фильме В нем Продолжение следует... 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 Она какая мелодия? Более грустная и более низкая, даже темная. А в мажоре она у нас будет такая яркая, веселая. Хотя это и в сокровомесах. Так какой здесь у нас лад? Минорный, правильно. Конечно, минор. А теперь ритм. Андрей, какой здесь ритм? Посмотри, какой бывает. Острый. Молодец. Иди, выбирай и нагреивай. Острый. Итак, динамика. Динамика. Сила звука. Как звучал у нас этот ход? Пожалуйста, Лех. Динамика. Вот у нас, как и бывает. Тихо, громко, умиренное. Как звучал у нас? Громко. Итак, пожалуйста. Выбирай. Так, ну и последний. Темп. Темп медленный, спокойный и быстро. Так, вот, Андрей, наконец-то. Быстро. Иди, выбирай. Андрей, находи. Ищи. Да. Ну ладно, я же его вызвала. Иди, Андрей. Сейчас у нас будет следующий. Не переживайте. Обязательно. Вот так у нас слышно мелодия. Итак. Ну а теперь. Нам сейчас пригодится. Не переживайте. А теперь я с следующей датой пишу. В 41-й год про конец написал свою контакт. То есть фильм были оставлены накануне войны. В 41-й год, октябрь месяц, фашисты находятся под Москвой. 28 километров. Они могли через бинопет разглядеть окраины улицы. Это что же должен чувствовать советский народ, когда знает, что раб уже по столице. И вот тогда по правительству проведу кассу. У нас в стране 7 ноября сюда шел парад на Красной площади. И вот ставим приказы. Несмотря на то, что война, этот парад должен состояться. А ведь фашисты рядом. И он проходит 7 ноября. Парад на Красной площади. Там звучит как раз таки хор. Вставайте, люди, русские солдаты, идут по этой площади. Там звучат военные песни. И этот хор из солдата Александр Мевский. И звучит там еще одно особенное произведение. Михаила Ивановича Глинкина. Хор «Славься». Солдаты, пройдя маршем по Красной площади, садились в машины и отправлялись на передовую. После этого парада мы и шарки не сделали назад. Что же тогда чувствовали солдаты, которые шли по Красной площади? Почему именно звучали эти произведения? Ведь это же специально все было продумано. Давайте сначала с вами послушать и сами ощутим, что же это за произведение. Что же испытывал в то время тот солдат? Подожди, Анастасия. Солдаты, пройдя маршем по Красной площади. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Итак, какие у вас ощущения возникли? Они же такие же точно были у солдат 70 лет назад. Что это за ощущения? Что чувствуется в этой музыке? Сила. Сила. Помнится? Честно говоря, не чувствуется БКД, но вообще чувствуется сила, да. Сила. Ещё. Рома. Желание воевать. Желание воевать. Так. Подбадривали. Желание защитить свою семью и Родину. Защитить свою семью и Родину. А какие там слова такие, действительно, которые заставляют испытать это чувство? Какое там есть слово? Славься. Славься. Славься, ты Рус моя. А вот, наверное, даже пятёрку поставлю. А авто, смотрите, Михаил Иванович Милка. А вот кто знает, кто написал это произведение? Сейчас ещё удивитесь. В 1836 году. То есть, смотрите, оно было написано больше, чем сто лет назад, и теперь оно звучит. Через сто лет, и оно имеет то же значение. Оно так же близко и понятно каждому человеку. А вот теперь-то мы с вами и будем петь. Сели ровненько. Сели ровненько. Сели ровненько. Спина ровненько. Я лицо убираю. Глазки на меня. Вот. Не все смотрят. Если кому-то не виден тех, на доске, значит, у вас есть расчет. Сели ровненько. Итак, слушаем. Тишина. Первый раз исполняю я фрагмент, а потом уже повторяю. Славься, славься ты, Русь моя! Славься ты, Русская наша земля! Пожалуйста. Славься, славься ты, Русь моя! Славься ты, Русская наша земля! А можно чуть-чуть жёстче, чуть-чуть твёрзше и торжественнее? А ну-ка еще раз и... Славься, славься... Стоп, стоп. У нас два раза встречается слово «славься». Первый раз пробивается буковка А, второй раз нет, слушайте. Славься, славься ты, Русь моя, первый раз пробивает И. Славься, славься ты, Русь моя, славься ты, русская наша земля. Да, будет во веки веков сильна, любимая наша родная страна. Молодцы, второй публик. Славься, славься, из рода в род. Славься, славься из рода в род. Славься, великий наш русский народ. Прогов поседушит на край родной. Разли мы с пощадной, могучей рукой. Ну я даже на конкурс не строю. У нас девчонки, как сегодня, точно передают образ. Ну а теперь я прошу всех вас пропить этот форс, славься так, как будто мы сейчас находимся на Красной площади. А по ней идут войска, по ней идут советские войска, которые отправятся на фронт. Поэтому прошу всех сейчас встать. О, вот сейчас просучало то волшебное слово. Молодец, я-то думала, кто-нибудь скажет, естественно, именно, что это похоже на гимн. Вот, Андрей, встала ровненько. Итак, смотрите, плечи окушены, если мы хотим, пропить это у нас в положение. Плечи окушены. Славься, славься, ты русская, славься ты, русская наша земля. Так будет во веки веков сильна, любимая наша родная страна. Славься, славься, из рода в род, славься, великий наш русский народ. Прогод, посетущий на край родной, России беспощадной, могучей рукой. Молодцы, спасибо большое. Ну, вот так вот, где-то у нас пока. Там, вообще-то, должно быть восемь четвертых. Да, да. Ну, мы познакомились, садимся. Итак, вы сказали слово гимн. А чтобы написать гимн, какие нам нужны этого средства? А ну-ка, посмотрим. Итак, опять посмотрим, как в этом случае звучит мелодия. Руку, только давайте поднимать, Ангелия, пожалуйста. Ангелия, напили, пожалуйста. Так, лад. Лад, лад у нас, так. Люба, определился, какой лад музыки? Как ты думаешь? Ульяна. Ульяна, какой лад музыки? Ну, наверное, все-таки минорный. Абсолютно верно. Проходите. Минорный. Минорный лад. Итак, ритм, 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 ритм. Так, вот, прекрасно. Вы уже определились с ритмом? Какой у нас ритм? Посмотри внимательно. Ритм, как мы ладим? А почему не клей? Ровный или острый? Можно мы ладим? Славься, славься. Острый. Кридем. Но это же... Кридем. Мы говорим сейчас ритм. А лад? Лад уже сказали, минор. Ритм, выбирайте. Вот настоящий динамика. Динамика. Так. А можно и... Громко идем. Идем, идем, молодец. Подключился. Ну и остался у нас... Дэм. Арина, пожалуйста, дэм. Пожалуйста. Ищи, ищи. Так. Так, чтобы еще должно быть. Все, значит, перестанавливаем. Да, чуть-чуть просто отрапись здесь. Вот так. Можешь полагать. О, смотрите, как у нас. Очень близко, да? Для того, чтобы передать у нас именно такое свойство. Конечно. Конечно, и каврицы нужно вам заполнить. Ну что же. Войны, которые отдали свои жизни ради нашей земли, ради близких. Ради того, чтобы было сейчас вот это светлое, прекрасное время. Но о них говорят не только в стихах, не только показывают и снимают фильмы, не только пишут музыкальные произведения. Но я знаю, что у нас некоторые улицы города носят имена герои. Независимо, это герои Великой, а вещество войны. И не гражданцы. Войны. Итак, вопрос. Какие вы знаете улицы нашего города, которые носят воина? Слышишь? Аккуратно думай. Так. Явлане у нас хорошо знают. А другие сомневаются опять. Ну давай, Явлане. Вот, молодец. Умничка. Великая отечная война. А так? Черных. Умничка. А Пушкин у нас кто? Пушкин. Пушкин. Вот и попался уже кто-то у нас. Итак, еще есть варианты? Елизаветы. Чайка есть у нас улицы. Олега. Олега Кашевого. Умничка. Вот, вот, вот. Осипенко, да. Еще. Феортиста Трифона. Вот у нас с вами те самые улицы. Еще есть какой-то. А, нет, у тебя нужно вспомнить. Итак. Ну что ж. Ну и хотелось напоследок с вами в конце урока поговорить вот еще на какой теме. У нас сейчас какая тема-то была. А мы еще и о ней закончили говорить. Прекрасное время, которое мы живем. И вот лучше всего образ того времени, чего наша страна достигла, передано песне «Ты живи, а я сильный». А прежде чем вы ее услышите, и мы будем сегодня ее разучивать, у меня к вам вопрос. Что чувствует человек, живущий в этой стране? Прям музыка сама передает это состояние. И что вы сами ощутили? И что вы сами ощутили? Мы живем, это наша земля, это наш учет дом. Не скипался, Русь поднималась опять, Несмотря ни на что, продолжаешь стоять. Де, кто злой кипит, никогда не поймут, Что за люди у нас в России живут. Ты живи, моя Россия, Славься, русская земля. Крошенец под небом синим, Это родина моя. Это родина моя. Ты живи, моя Россия, Славься, русская земля. Крошенец под небом синим, Это родина моя. Вот когда слушаешь эту песню, Вдруг, какое-то чувство, да, есть? А теперь скажите. А что чувство такое? Бордость. Ой, скажи громко. Бордость. Бордость. Какая тепеста на нашей стране? А ну-ка, руку сильной, Могучей, умница. Она очень богата. Подождите. Вам понравилось, Петя? Да. Почему так классируется? Не слышу еще раз. Почему так классируется? Нет. Молодец. Спасибо тебе большое. Тунечка. Великолепная. Я лучше? Ох. Да. Итак, внимание. Мы сегодня начнем разучивать эту песню, но обратите внимание, мы начнем с вами сейчас. Именно с... Припев? Да. Нет, другая доска, поэтому не жури. Вы начинаете петь, у нас будете петь припев, а так как у нас в куплете очень динамично, то это лучше продолжить на следующем уроке, и для этого очень хорошо всех сайт. Итак, приготовим все леровники. И на... Раз. Первый партнер. Ты живи, моя Россия, славься, русская земля. Все вместе, пожалуйста. Нет, не надо так тянуть силы, иначе не попадем. Ты живи. Ты живи, моя Россия, славься, русская земля. Стоп, 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 стоп. Нужно подняться наверх. Дима. Покрашене, Крашене, Крашене под небом синим. На верх подняться и... Крашене под небом синим. Это родина моя. Повторяем. Ты живи, моя Россия, Славься, русская земля. Крашене под небом синим. Это родина моя. Сделать так. Буплет пропеваю я, замолкаю и вступает в ход. В данный момент вы у нас исполнители. Итак. Сегодня позвольте мне попасть к царистам. А затем уже вы. Я за родину, мать, за Россию, мальчик. Я своею великость, страновую горжусь. Потому что мы здесь рождены и живем. Это наша земля, это ручей наш дом. Не сгибалась ты, рус, поднималась опять. Несмотря ни за что, продолжаешь стоять. Те, кто снова кипит, никогда не поймут, Что за люди у нас в России живут. Ты живи, моя Россия, Славься, русская земля. Крашене под небом синим. Это родина моя. Крашене под небом синим. Это родина моя. Крашене под небом синим. К теме войны, к теме героя-солдат Обращаются сейчас и по сей день И музыканты, и композиторы, и кинорежиссеры. А вопрос. А зачем? Почему до сих пор снимают фильмы? Почему пишут песни? А ну-ка, стоп, стоп, стоп. Итак. Дима, пожалуйста. Как ты думаешь, почему? Так. А теперь уже минуточку внимания на меня посмотрите. Андрей Лёва. Я не слышу Владимира. Говори, да. Дали. Почему по сей день создают и фильмы, пишут, ставят постановку фильмов? Почему пишут у нас стихи? Почему пишут? Так, чтобы вы не знали, а что? Чтобы вы знали, а что? Соби. Чтобы вы помните, чтобы он не ездил, потому что безбраку нет, не знающих. И в Валене не пишут. Чтобы вы помните, как вы сражались наши братья, наши крепкие, за наши пульси. Так. Пожалуйста, как вы думаете, почему? Не вижу, видите. Зачем сейчас пишут и создаются? Как вы думаете? Это как вы с вами все вне, это то, что это за то, что это за то, что в Боге наших создат. Это наша с вами бронза, это наша писька, листовка. Это наша история, которую вы правильно рассказали. И должны помнить, и должны знать. Для того, чтобы в дальнейшем этого больше не было. Скажите, пожалуйста, кому сегодня какие произведения запомнились в голову? А может, у нас слова, там даже есть и названия. Поэтому будьте любезны. Называйте или композитора, композитора и названия все для того, что необходимо, у вас есть. Есть ли вдруг сложности какие-то? Ульяна, какое запомнилось произведение? Это называние? Нет? Ты живи моя Россия. Ты живи моя Россия. Я даже напишу у нас на верхнем слайде. Есть у нас даже Ирина Савицкая. Ты живи моя Россия. Так, а мы как? Песня ты живи моя Россия. Полностью, пожалуйста. Песня ты живи моя Россия. И хор с Ларси. Кто композитор? Посмотри. Кто в запомнил? Иван Сусанин. Опера Иван Сусанин. Композитор? Глинка. Глинка. Вот замечательно уже. Марина? Ты живи моя Россия. И хор с Ларси. Из оперы? Иван Сусанин. Ну тогда у меня к вам вопрос. Раз, Дима Ларедович? Мне все понравились. Все понравились. Вы многие выбрали песню «Ты живи моя Россия». Что? Вопрос тогда. А чем она вам понравилась? Ничего. Мне это рука не работает. Я не услышу вас. Чем понравилось? Так, Максим, какое произведение понравилось? Чем понравилось? Чем? И слова красивые, и музыка красивая. Арина? Нежная, мягкая. Еще? И словами понравилась. И? Какой? Вот у тебя и слова. Острый ритм. Вот уже с мобилированными словами. И мотивом, и мелодией. Скажите, пожалуйста, сумели мы сегодня раскрыть с вами тему через прошлое, как нас так и еще? Что объединяет все произведения, которые мы сегодня слушаем? И контакт Александр Невский, и опера Иван Сусанин, и песня Тижевина, и красина Павла Горина Александр Невский. Что объединяет все эти произведения разных видов искусств. Итак, Рома, пожалуйста, меня не слышал. Ага, вот об этом разговор. То, что связано с тем, что в России происходило еще? То, что связано с нашей историей. С нашей историей. Конечно, несмотря на время, оно связано с нашей историей. Ну что ж, ребята, мне очень понравилось с вами работать. Спасибо. Работали. Кто-то очень активно работал. Кто-то скромничал у нас потихонечку. Но по полете вы действительно замечательны, отвечаете, думаете, великолепно. Ну что ж, весь этот материал, который у вас сейчас в данный момент здесь есть, вы можете его взять с собой, клеить тетрадку, и вам средство музыкального развития, конечно же, обомогу.